Доброго времени суток всем программистам игр в Scratch. Если ты смотришь этот урок, то я очень надеюсь, что все предыдущие тоже смотрел. И предпоследние, 18-е, в котором ты ознакомился с основными профессиями, связанными с разработкой игр. Ты узнал о том, какие существуют элементы игр, классификацию видов игр, какие существуют признаки классификации и основные жанры. И в этом не разочаровался, а наоборот, тебе стало еще более интересно совершенствоваться. И вот профессия разработчика игр, она интересна тем, что на самом деле почти все члены команды в той или иной степени владеют теми или иными знаниями и навыками в разных областях. То есть можно себя проявить самым разным образом. И мы продолжим с тобой работать в этом же направлении творить, пробовать, исследовать. В этом 19-м уроке мы изучим новую тему под названием «Списки и массивы». Узнаем, что это такое и как реализуется в Scratch. И для того, чтобы было интересно, мы будем работать с проектом «Диалог персонажей», который мы делали в 12-м уроке. И в этом уроке мы его оптимизируем с использованием списков. И увидим, что вот такая реализация диалога на самом деле более оптимальна, более грамотна. А начнем, конечно же, с того, что разберемся, что такое «Списки и массивы». В списках сохраняют много элементов, много чисел или строк, или и чисел и строк одновременно. То есть, например, мы можем записать список игроков. Иван – это первый элемент списка, Володя – второй элемент списка, Глеб – третий, Игорь – четвертый, Андрей – пятый, Женя – шестой и так далее. То есть, мы можем сразу в одном блоке, в одном списке хранить данные о разных игроках, хотя бы об их именах. В программировании для этого часто используются так называемые массивы. И, возможно, ты уже в школе проходишь какие-то другие языки программирования, либо самостоятельно изучаешь и сталкиваешься там именно с понятием массива. В Scratch массивах нет, но есть списки. И списки отличаются немного от массивов способом хранения, но основные принципы работы, в общем-то, очень похожи. Поэтому ничего не мешает нам сначала изучить списки, а потом ты с легкостью сможешь оперировать и массивами. Пока, для того, чтобы было нам проще, мы будем считать, что списки – это то же самое, что массивы. Хотя большинство программистов сейчас может забросать меня камнями и сказать, что так говорить нельзя, потому что, конечно, есть определенные принципиальные отличия. И мы будем заниматься все-таки и правильно называть эту структуру данных, этот тип данных списком. А сейчас перейдем в Scratch и посмотрим, как создаются списки и что с ними можно делать. Итак, исходя из того, что мы узнали теоретически, уже должно быть понятно, что для того, чтобы работать со списками, нам нужен раздел «Данные» или группа команд «Данные». До этого мы использовали создание переменных, а сейчас мы создадим список и назовем, так его и назовем список. Ну, допустим, список игроков, точно так же, как у нас был пример на слайде. И тоже здесь, смотри, я пишу название списка двумя словами. Это то отличие, которое есть только в Scratch и, может быть, в некоторых других похожих языках программирования. Но в большинстве языков программирования называть списки двумя словами с использованием еще и пробелы между ними ни в коем случае нельзя. И, конечно же, очень многие идентификаторы, большинство языков программирования поддерживают только латинские буквы, то есть по-русски писать нельзя. Но в Scratch можно, поэтому мы для простоты будем это делать. Итак, я создала список, и мы видим, что по аналогии с тем, как мы создавали переменную, у нас появились какие-то новые команды, немного другого цвета. Давай для того, чтобы сравнить, создадим одну переменную, например, переменная «А». Здесь у нас всего четыре команды, и они такие оранжевого цвета. А для работы со списком команды более коричневатые, их значительно больше. Но точно так же, как мы можем отобразить переменную на сцене, точно так же мы можем отобразить или скрыть список на сцене. И мы можем этот блок тоже перемещать и делать так, чтобы было удобно им пользоваться, если есть такая необходимость. И можем даже менять его размер, для того, чтобы нам удобнее было работать со списком. Пока наш список пустой, и по-английски это обозначается английским словом «empty». Название списка сверху, и внизу еще написано «длина 0». Что такое длина 0? Это количество элементов списка. Сейчас у нас их нет, поэтому количество элементов, а правильнее, длина списка равна 0. Для того, чтобы добавить элементы в список, у нас есть визуальные средства и программные. Сначала мы используем визуальные. Вот у нас в левом нижнем углу есть маленький плюсик. Мы на него нажмем и видим, что у нас появился первый элемент. Пока здесь ничего не внесено, он пустой, но длина уже стала равной единице. Но давай введем имя игрока. Например, первый у нас будет Иван. Для того, чтобы добавить новый элемент, понятно, нам нужно нажать на плюсик и так далее. Теперь ты можешь вводить сколько угодно элементов списка. И длина списка будет меняться. Количество элементов равно 5. Каждый элемент имеет свой номер. Номер первого элемента. 1, 2, 3, 4 и 5. Каждый элемент, кликая мышкой по нему, мы можем редактировать. Возможно, мы где-то ошиблись или что-то написали не так. Вот, например, здесь я написала Алена, а хочу Алена через букву Е, к примеру. Вот я отредактировала. Или какой-то элемент я хочу удалить, если есть такая необходимость. В редакторе это можно делать, нажав на крестик справа. Мы элемент удалили. И вот когда мы удалили элементы списка, ты заметил, что все остальные передвинулись к тому элементу, после которого удаляемый стоял. И длина списка была 5, стала 4. То есть список, такая структура динамическая, она всегда меняет свой размер. В отличие от упомянутых на слайде массивов, у которых размер, как правило, фиксированный. И элементы вот так вот не меняют номер. То есть если элемент массива имеет номер 3, он всегда остается номером 3. Или номер 5. Допустим, как вот у нас элемент Алена был пятым, он остается пятым. Но еще раз повторю, в Scratch массивов нет. У нас есть списки, и мы работаем со списками. Они более экономичными получаются. Для того, чтобы работать со списком, есть также соответствующие команды. Но постепенно с этими командами мы разберемся в процессе реализации наших проектов. И первый проект, который мы будем делать, как я уже говорила на заголовочном слайде, мы оптимизируем проект «Диалог», который мы создавали в 12 уроке. Давай перейдем к этому проекту и сделаем его лучше. Студия «Юный разработчик игр». На самом деле есть и оптимизированный диалог с использованием списков, и тот диалог, который мы уже реализовывали. Давай мы его откроем. Я открываю в новой вкладке, чтобы было удобнее. И вспомним. Вот наши персонажи обмениваются репликами, говорят что-то друг к другу. И если ты помнишь, как мы это делали, мы создавали отдельные реплики и передавали каждый раз новые сообщения. Если нам необходимо добавить новые реплики, нам нужно опять передавать, получать сообщения и писать заново. Здесь же в студии «Юный разработчик» у нас есть оптимизированный диалог. Вот так вот он называется. И в скобках написано «Списки». Давай посмотрим, как устроен этот проект. Если мы его запускаем, то мы видим, что тоже у нас два персонажа. Ну, уже я для разнообразия взяла второй персонаж другой. Кота оставила с крэчем. И они ведут другой диалог. Но внешне кажется, что проекты абсолютно одинаковые, потому что результат выглядит одинаково. Если мы откроем код, то мы очень удивимся, что передается сообщение всего только два. Есть сообщение «Вася», и его обрабатывает спрайт кота. И есть сообщение «Миша», которое передает код после своей реплики. И у Миши вообще один всего лишь скрипт. Почему? Ведь на самом деле реплика они передали достаточно много друг другу. И мы видим здесь, что у нас есть два списка. Давай их отобразим на сцене. И оказывается, что у каждого персонажа четыре реплики. Один список «Вася», то есть вот у нас код «Вася». Я специально подписала спрайты. Спрайт «Вася» и спрайт «Миша». И список «Миша», у которого своих четыре реплики. И там четыре, и здесь четыре. Ну, чтобы было равенство какое-то. Длина каждого списка тоже четыре. И благодаря тому, что мы используем списки, оказывается, мы получаем более красивый код. Он не такой длинный и более универсальный. Ну, давай создадим свой проект. И пошагово я тебе объясню, как такие вещи делаются. Перейдем в «Скрэйч». Я создам новый проект. Добавлю нового персонажа. Ну, давай для разнообразия вот этого «Мишку» возьмем. Он большой, пускай стоит такой большой. Ну, и назовем. Пусть у нас будет код тоже «Вася». И «Мишка». Пусть тоже будет «Миша». Теперь нам необходимо создать списки. Два. Список реплик «Васи» и список реплик «Миши». Чтобы было удобно, мы их так и назовем. Что-то у меня здесь такое получилось. Я случайно нажала на другую клавишу. Список «Миша». Разместим так, чтобы было удобно. И добавим реплики. Ты можешь сделать то же самое. Поставить видео на паузу. Я поставлю запись урока на паузу. Заполню списки. Ты знаешь, как это делается. А потом мы продолжим работу. Ну, вот я создала два списка. Надеюсь, ты тоже справился с задачей. У тебя тоже есть два списка. Возможно, с теми же репликами, а возможно, с другими. Я, честно говоря, взяла и скопировала те реплики, которые мы только что рассмотрели в примере. Нам не надо, чтобы эти списки отображались. Поэтому мы их скроем, уберем и начнем программировать. Для того, чтобы наш код стал универсальным, еще нам необходимо создать переменную, которую назовем «Счетчик». Мы будем считать количество элементов и переходить по ним, по счетчику. Пока эту переменную я оставлю здесь, чтобы мы могли наблюдать за тем, как значение ее меняется. Но поскольку наш код начинает беседу первым, мы напишем скрипт сначала для него. И у него мы зададим значение переменной «Счетчик» сразу равным единице, потому что первая реплика будет у нашего кота, у Васи. И после этого мы сразу передадим сообщение, которое так и назовем «Вася». Странно, что Вася сам себе передает сообщение, но именно это позволяет нам сделать код универсальным. Он же это сообщение первый раз будет получать, но в дальнейшем это сообщение будет передавать ему Миша. Итак, когда наш Вася получает свое же сообщение, Вася, он что должен сделать? Он должен произнести первую фразу. Поэтому мы берем блок «Говорить» и чтобы выбрать элемент из списка, у нас есть команда «Элемент». Фактически это считывающий блок. Мы выбираем элемент из списка Вася, его реплику, и номер этой реплики – это значение переменной «Счетчик». Раз мы задали сначала единицу, значит первый элемент из списка Вася будет выбран, и наш Вася произнесет первую фразу, первую реплику. После этого он передаст сообщение, новое сейчас мы его создадим, «Миша» для того, чтобы в беседу вступил второй персонаж, наш Миша. Переходим к кодированию Миши. Миша получает сообщение от Вася под названием «Миша». И что он делает? А он делает абсолютно то же самое, почти то же самое. Давай сделаем так. Мы продублируем вот эту часть кода, перекинем «Миша» и модифицируем, подредактируем. Во-первых, нам необходимо выбирать элемент из списка «Миша», а во-вторых, передавать сообщение «Вася». Но что мы забыли? Ну, пока ничего не забыли, кроме одного момента, когда мы переменную «Счетчик» должны менять. Здесь первый элемент произнесли, передали сообщение, думаем. Опять произнесли первый элемент, передали сообщение, но прежде чем передать сообщение, наш же Вася должен уже сказать вторую фразу, то есть говорить второй элемент. И чтобы это произошло, здесь у Миши мы изменяем значение переменной «Счетчик» на единицу, а после этого передаем сообщение «Вася». Ну что, давай проверим. По-моему, все здорово получилось. Нажимаем на флажок. Первый, второй, третий. Смотри, «Счетчик», видишь, вторая фраза, третья фраза, или третий элемент списка, четвертый элемент списка, опять четвертый элемент списка, а потом они уже ничего не говорят, но «Счетчик» все время наращивается на единицу. Я специально оставила отображать значение «Счетчика», потому что в демонстрационном проекте этот момент не учтен, поскольку я его использую на занятиях, и это показываю ученикам. Точно так же я сейчас показываю тебе. Нам необходимо остановить выполнение проекта, или, по крайней мере, остановить этот диалог, потому что потом у нас может быть другой сюжет, другая уже ситуация, другой, возможно, даже диалог. И вот это выполнение этих двух скриптов, а они все еще выполняются, вот сколько я тебе объясняю, ты видишь, они выполняются, и счетчик уже приобрел значение 16. Нам необходимо как-то это остановить. Чтобы это остановить, конечно, у нас сейчас есть кнопка «Стоп», но нам необходимо, чтобы программа это делала сама. Как она будет это делать сама? А очень просто. У нас есть команда «Длина списка», и оба наших списка имеют длину 4, поэтому, в принципе, нам все равно, какую длину списка, какого списка анализировать. Ну, либо ты будешь отслеживать, какая у нас фраза последняя, и тот список анализировать. Но прежде чем нарастить значение счетчика на единицу, тебе необходимо проверить, достигли ли мы конца списка, то есть наш счетчик равен длине списка или нет. То есть нам нужна команда «Если то». и мы сравниваем, если переменная счетчик меньше длины списка, мы наращиваем это значение на единицу и передаем сообщение Ваше. Давай проверим. Возможно, я немножко ошиблась. Сейчас посмотрим. Так, первую сказали, вторую реплику сказали, третью, четвертую. И смотри, все получилось. Четвертую фразу сказал и Вася, и Миша. И теперь у нас ничего не выполняется. Все произошло так, как мы задумывали. То есть мы остановили выполнение этого скрипта простой проверкой условия достигла и наша переменная счетчик заданного значения. Я надеюсь, тебе все понятно. Если что-то непонятно, то ты можешь смотреть демонстрационный пример, либо пролистывать видео назад. И сейчас я тебе предлагаю реализовать этот проект, а потом вернуться, и еще несколько важных вещей я тебе сообщу в этой части урока. Я желаю тебе успехов! Итак, мы оптимизировали проект «Диалог» и получили новый результат. При этом я употребила несколько новых, возможно, для тебя терминов. Это «оптимизация» и «красивый код». Давай разберемся, что же это такое, чтобы в дальнейших проектах ты уже со знанием дела использовал эти термины и находил новые решения. Что такое оптимизация? Я искала короткое и понятное определение и нашла его в словаре на «Академике». Есть такой ресурс «dic.academic.ru». Там много разных словарей и можно найти разные определения. Вот одно из определений гласит о следующем, что слово «оптимизация» на самом деле это фактически английское слово «оптимизация». К сожалению, не указано, от какого оно произошло, но в любом случае английское слово «оптимизация» каждый программист хорошо знает. И «оптимизация» – это выбор из всех возможных вариантов использования ресурсов тех, которые дают наилучшие результаты. В данном случае нашими ресурсами являются программные ресурсы и ресурсы человеческие, ресурсы программиста. И тогда, когда мы реализовывали проект «Диалог» первый раз и делали это с помощью передачи сообщений и каждый раз писали новую фразу, вписывали, то для того, чтобы этот проект развивать, нам необходимо затратить много дополнительных усилий. Когда же мы использовали списки, для того, чтобы диалог наших персонажей стал более совершенным, нам не надо лезть в код, нам достаточно всего лишь отредактировать два списка, либо добавить элементы, либо сделать какие-то другие фразы. Таким образом, мы оптимизировали наш проект. Еще мы оптимизировали наш проект, когда сделали так, чтобы после того, как мы произнесли все реплики, прошли полностью по обоим спискам, наша программа перестала выполняться. Мы добавили такую проверку и программа перестала фактически висеть, потому что пока горел зеленый флажок, можно было сказать, что проект «Скаричи» висит и чего-то выполняет абсолютно то, что совершенно не нужно выполнять. Вот теперь ты знаешь, что такое оптимизация и в следующей части урока мы продолжим заниматься оптимизацией, сделаем еще один проект на основе того, который мы уже делали, более оптимальным в плане кода и его использования. И при этом мы использовали программистский сленг, а именно словосочетание «красивый код». Есть такие программисты, которые говорят, я люблю только красивый код, некрасивый мне не показывай. Что же такое «красивый код»? На самом деле здесь мнения расходятся. Ну, давай немножечко проанализируем, что это такое. И будем использовать один из ресурсов в сети интернет. Сначала мне хотелось объяснить тебе, что такое «красивый код», так как понимаю это я, но потом я решила поискать ответ на вопрос в сети интернет. И, наверное, это и обратил внимание, чем дальше мы заходим, чем больше мы узнаем, тем больше мы обращаемся к каким-то энциклопедиям. И вот в сети интернет есть очень интересный, популярный ресурс, который называется «Хабра-Хабр». Вот так вот «Хабра-Хабр». Это очень популярный среди программистов именно ресурс. На нем публикуются самые разные статьи, которые посвящены программированию, в том числе разработке игр, оптимизации кода. И вот я нашла такую интересную статью, что такое «красивый код» и нужен ли он, что думают об этом в Яндексе. Но что такое Яндекс, надеюсь, ты тоже знаешь. Это одна из популярных поисковых систем в русскоязычном интернете. Чтобы попасть на «Хабра-Хабр», достаточно ввести адрес вот такой вот «хабрахабр.ру», да или просто в поисковике «Хабр» набрать, потому что для краткости многие говорят, а на «Хабре» есть какие-то такие статьи. Возможно, ты уже даже такой сленг слышал тоже. Это название ресурса. И в этой статье есть самые разные мнения. Если захочешь, ты можешь найти эту статью. Ссылку на нее я тоже размещу под этим видео. Здесь много разных мнений. И одно из них, одного из разработчиков, Антона Самохвалова, мне понравилось. Вот что он сказал. Красивый код – это минималистичный код. Это значит, что он не должен делать ничего лишнего, помимо той задачи, которую мы, собственно, этим кодом пытаемся решить. Чтобы не было развесистой лапши, а просто четкое, лаконичное описание той мысли, которая есть. Вот что такое красивый код. Ну, мне больше всего нравится первая фраза. Красивый код – это минималистичный код. И мы с тобой фактически сделали минималистичный код, сделали всего лишь три скрипта, которые решали нашу задачу очень быстро и удобно. И при этом экономили как ресурсы программиста или того, кто будет проект поддерживать, потому что можно очень легко и просто изменить все фразы, не искать ничего в коде, а только изменить входные данные. И все будет по-прежнему хорошо работать. И также мы еще сделали более краткий код. Он действительно стал минималистичным и действительно лаконично описывает ту мысль, ту нашу задумку, наш алгоритм, который мы хотели реализовать. Еще он говорит, что код должен быть удобочитаемым. Но это не всегда делает его красивым. И это уже вопрос спорный. Ну, и если ты прочитаешь эту статью, то заметишь очень разные мнения и даже такие, что нет единого мнения, что такое красивый код. У каждого понятие красоты свое. Но самое важное, что красивый код, он действительно нужен, когда работает команда программистов. И если в коде все грамотно прописано, то любой программист может понять, что написал другой программист, если в коде еще и есть комментарии. Давай добавим к нашему проекту комментарии. Чтобы это сделать, нам необходимо использовать правую кнопку мыши. Мы это можем делать в пустом месте, нажать правую кнопку, добавить комментарий и написать здесь. Например, как правило, разные части кодов сложных проектов пишут разные программисты. И если ты будешь делать, допустим, сложный проект вместе с кем-то, вы можете писать скрипты. Ты, допустим, для одного спрайта, а твой напарник для другого спрайта. И мы здесь пишем, что разработчик. Указываем, кто написал программу. Я сейчас не буду дальше. Когда написал. То есть указывается дата. Если проект длинный, то иногда дата помогает вспомнить, что же мы такое придумали. Указывается место разработки. Если, допустим, несколько разработчиков и живут они в разных местах, в разных городах, например, или странах. И какие-то другие, возможно, уточнения, например, особенности алгоритма, какие-то новые решения тоже можно написать. И аналогичным образом для отдельных частей кода мы тоже можем создать комментарии. Нажать правую кнопку мыши, добавить комментарии. И здесь тоже, например, написать какие-то уточнения, что в этой части кода выполняется то-то и то-то. Ты эти комментарии уже видел в моих проектах. Я сейчас их писать не буду, но это тоже один из элементов красивого кода. Ну что, на этом я заканчиваю первую часть нашего урока 19-го, в котором, напомню, мы изучили работу со списками, но мы изучили еще не все блоки команд. И в следующей части мы оптимизируем еще один проект. И еще раз вспомним, что такое красивый код и что такое оптимизированная программа. Я желаю тебе различных творческих успехов. Придумывай свои новые проекты и оптимизируй свои скрипты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!